Муромец нового века Март 1910 года Царское село Императорская резиденция государя-императора Николая Александровича Официальный загородный дом российских монархов В царском селе солнце всходило С дальней манджурской стороны Где сабля Александра победила Меч самурая, встав за честь страны Прошло пять лет после сражения Сам Александр легендой стал Решил почтить царь заслужения Тех, кто кров дальний отстоял Алеша Муромца с утра ждал О нем он слышал много раз Царь-батюшка ему приказ дал Встречать героя Вот те сказ Царь на коне гостей встречал Героев той эскадры конной Коих дальний восток венчал Наградою высокой Тронной Парадный выезд Его императорского величества Государя-императора Николая Александровича С офицерами Кавалергардского полка Навстречу русской Кавалерии Песня И ты в страну свою поверишь Всплывают царские дружины Застыл крестьянин над цахой Горцуют в марше из полины Были на юдали лихой драгуны Спешившись ликуя Спевают доблестно ура Царица сходит крест целуя Завидев рать государя Бежит по сне По снегу цесаревич Встречая батюшку царя И ты в страну Страну свою поверишь Священный ли государя И ты в страну Страну свою поверишь Священный ли государя Отпил помазанник водицы Простому люду возвернул И свет отеческой десницы Сосуд спасения протянул Душа царевого сияла Небесной благостью венца Русь изначально я познала Любовь всесильного творца Бежит по сне По снегу цесаревич Встречая батюшку царя И ты в страну Страну свою поверишь Священный ли государя И ты в страну Страну свою поверишь Священный ли государя Царь преподает Возвышаясь Русь святы Земли барани Как все в округе Преклоняясь Возносят бог царя храни Предвосхищая Зов преданий Орла двуглавого Полет сияла Русь В лучах с Казани Где сердце русское Живет бежит по сне По снегу цесаревич Встречая батюшку царя И ты в страну Страну свою поверишь Священный ли государя И ты в страну Страну свою поверишь Священный ли государя Предстал цвет русской кавалерии Все как один Как на подбор Кто покрыл славой Род в доверии Въезжал уже На царский двор Царь награждал Всех сам до вечера Героев Как отец родной Обнял Настал черед Александра Саичича Царь озарился Шлем свой Снял Государь Император Николай Александрович Единственным искренним приятелем Отец Князя Николу называл Двор стал Твоим доброжелателем А сын Как к брату Воззывал Хоть мы в войне не победили Но нет Не сдали рубежи Твоей победой врага упредили Японец Миром дорожи За подвиг В битве с самураем Ты будешь справно получать Триста рублей Сим награждаем Орденом Анны Величать Под троекратно величание Поздравил царь Саичича От ангельского распевания Зажглась в душе его свеча Государь-император Николай Александрович Владивосток Владей востоком Герои сохранили рубежи Воин в служении высоком Как муромец Ответ держи А Александр Встал на колено Снял саблю Протянул царю Преклонил голову смиренно Молвив Через строй Государю Капитан Александр Лекса Саичич Прими Царь-батюшка Ту саблю Что самурая Рассекла Государь-император Николай Александрович Нового муромца Восславлю Не зря жрать Так нарекла Наш Илья Муромец Великий Был богатырь Во всей Руси В тебе посыл Тот многоликий С честью его В веках Неси Пред этой саблей Муромца Скрывали Самураи косы Ты покорил Заветные сердца Тобой гордятся Древние россы А Алексей Смотрел на воина Как на Илью Богатыря Царица им Была довольна Звала героев В дом Царя Государь-император Николай Александрович Поведай все Мой воин Алеша Простым Солдатским Языком Он звал Тебя Знать Среди ночи Как будто Он с тобой Знаком Мой сын Алеша С деревенька Славным Гвардейским Мужиком Так верно Ждет тебя Давненько Наследник Цесаревича Великий князь Алексей Николаевич Пойдем Со мною Войн Пешком Царь В одобрении Похлопал Да их Отдельно Отпустил Отцу Царевич На плечо Пал Небесные Луч Их Осветил Вмиг Александр Преобразился С благословением Царя В душе От счастья Прослезился Любовь Сердечную Даря Цесаревич Алексей Николаевич Скажи мне Воин Ты Черногорец? Капитан Александр Лекса Саичич О да Наследник Государь Цесаревич Алексей Николаевич Лешей Зови меня Муромец Поведай О земле Как встарь Капитан Александр Лекса Саичич Нет Краши Места На землице В омановении Пресвятом В купеле Дивной Нет Границы Воистину Пречистый Пречистый Дом Горы Взошли Как Исполины А море Выросло Из грез В моих Садах Цветут Маслины Покрыв Пути В долине В моем Родном Селе Веницка Самая Сладкая Растет Лоза Вся Черногория Здесь Близко Ласкает Милый Край Глаза О Черногория Купель Родная Нет Места Лучше Для Меня Хранит Тебя Мать Пречистная Молимся Главы Преклоня За разговорами Пришли В дом Перед Камином Разлеглись Алеша Дал Понять Всем Видам Не зря Они Здесь Собрались Деревенька Специально Выделены Для Царевича Дядька Из Гвардейского Экипажа О Алексей Пришла Прислуга Обед На пробу Принесла Царевич Алексей Николаевич Для Нас Для Дорогого Друга На ней Вся Армия Росла Деревенька Из Гвардейского Экипажа Солдатской Кухни Сводного Полка Леши Всегда Приносят Пробу Царевич Алексей Николаевич То Для Меня Честь Велика Деревенька Из Гвардейского Экипажа Сие Творит По Предков Зову Царевич Алексей Николаевич Щи Кашу Черный Хлеб В завет Едят Со Мною Все Мои Солдаты Вот Это Вкусно Это Мой Обед Капитан Александр Лек Саичич Да Алексей Предания Святы На Добрых Шкурах Пред Камином К ним Снисходила Благодать Где Александр С Царевым Сыном Мог Бой В Веках Исповедать Но Сам Царевич Был Уверен Что Мурами Отсвещает Стих Его Дружине Он Был Верен Внимая Сказ Предков Святых Февраль 1905 Года Второй Год Русско-японской Войны Восточная Маньчжурия Сыпенгайские Позиции Русских Под Юн Джуаном Близ Вадивостока Глаз Черногорского Князя Николы О Александр Просыпайся Пришел Видать И твой Черед За Святой Землюшки Сражайся Гонец Стоит Уж У Ворот Воин Открыв Глаза Проснулся Вокруг Стоит Лишь Тишина Очи Закрыл Сон Возвернулся А Княжья Речь Опять Слышна Глаз Черногорского Князя Николы Вставай Родимый Что Хотел Ты Чего Так Долго Сын Мой Ждал Совершится Скоро Чти Заветы Что Петр Цитинский Тебе Дал О Помоги Бог Александру Дай Ему Сил От Всей Земли Дай Славу Воинскому Дару Молитве Княжеской Внемли Враз Александр Встал Мгновенно Омывшись Дождевой Водой Он Вспомнив Все Проникновенно Шел Сохранив Святой Устой Армии Двинулись Друг К Другу Под Юн Джуаном Замерли Как Вдруг По Пойменному Лугу Гонец Помчался К Нам Вдали Гонец Токио Замок Эдо Резиденция Японских Императоров Личная Встреча Императора Мэйдзи И Адмирала Того Хэйхарито Император Император Мэйдзи Разведка Мне Все Справно Доложила Россия Давно Флот Крепить Здесь Решила Еще В 1901 Император Николай Второй Открывал Принцу Генриху Планы Порой Столкновение Неизбежно Но Надеюсь Что Оно Произойдет Не ранее Чем Через Четыре Года У Нас Будет Преобладание На море Совершенно Это Наш Основной Интерес У Дальнего Свода Нам Нужно Было Упредить Их Напав Внезапно На весь Флот Под Порт Артуром Осадить Сих А Самурай Им Страх Нашлет Теперь Послушай Меня Того Нужна Победная Война Мы Ждем Достойного Итога Через Самурайского Воина Важна Победа В поединке Она Поднимет Дух Страны Пускай Сразятся По Старинке Узрят Они Как Мы Сильны Возьмите Лучшего Из Лучших Свою Катану Самураю Дам Путь Самурая Путь Грядущих Великой Славе Бой Придам Наш Град Восточная Столица Не Забывай Мой Адмирал Мы Будем Боем Да Гордится Ведь Самурай Врага Карал Адмирал Тога Хайхарита О Император Все Мы Ждали Этого Дня В снах Издавна Ваши Слова Всем сил Придали Нам Самураям Сечь важна Но Битва Будет Не из Легких В армии Русских Пластуны Император Мэдди Я Вижу Ты Маркиз Из Робких Адмирал Тога Хайхарита Нет Император Мы Сильны Император Мэдди Тогда Ступай Мой Верный Тога Сей Бой Останется В веках Узрит Россия Истинного Бога А Бой Поднимет Дух В Войсках Февраль 1905 Года Японский Гонец Усэпенгайских Позиций Русских В Восточной Маньчжурии Под Юнджуаном Командующий Японской Армии Тога Тога Хайхарито Предлагает Русскому Командующему Вашему Воину С нашим Самураем Биться Открыто А Вся Слава Достанется Победившему Гонец Вновь Грозно Повторился Под Восходящим Солнцем Встал Коня Пришпорив Вдали Скрылся А В штабе Русском Воин Предстал Но Перед этим В штабе На Совете Решили Выставить Бойца За Честь России Все Они В ответе Искать Послали Муромца Начальник Главного Морского Штаба Адмирал Рождественский Зиновий Петрович Вроде С Японцами Воюем А Флот Их С Пушками Английскими О Видит Бог Мы Не Спасуем Пред Нападениями Столь Низкими Генерал Адъютант Линевич Николай Петрович Командующий Первой Манджузской Армией Пускай Они Получат Что Хотят Увидят Всю Силу Оружия Русского О Сабле Нашей Миру Возвестят Та Сокрушит Славу Меча Японского Главнокомандующий Генерал Адъютант Куропаткин Алексей Николаевич Ну Что Ж Тогда Здесь И Сейчас Мы Сможем С ними Поквитаться Найти Добровольца Мой Приказ С Японцем Лучший Будет Драться Главы В сединах В штабе Русском Все Сипалетами Стоят Открылась Дверь В пролете Узком Поручику Зайти Вилят Поручик Конной Эскадры Амурского Драгунского Полка Александр Лекса Саичич Александр Саичич Избирана Подданный Черногорского Князя Николы Серп Из рода Васоевичей Сана На службе Его Царского Величества Оттоли Адмирал Рождественский Зиновий Петрович Кто Ты Сынок Поручик Александр Лекса Саичич Серп Черногорский С цитинских Славных Добрых Мест Адмирал Рождественский Зиновий Петрович Серп Серп Одно Земля Обычай Вера Наша Адмирал Рождественский Зиновий Петрович Священно Племя Праведно Поручик Александр Лекса Саичич А для Меня Святая Раша Генерал Йован Попович Липовец Боец Сей Славный Избирана С родового Имения Вука Бройотича Он Воином Стал Довольно Рано Лоза Командующего Савы Саичича Он Посрамил Учителя Фехтования В дуэли Выбив Оружие Из его Рук С тех пор Латиняне С ним Биться Не смели Не было Лучшего Вокруг Командующий Конным Казацким Полком В составе Армии Генерала Ренеклипра Полковник Сербский Князь Арсен Караджорджевич Младший Брат Короля Петра Десятый Ребенок Князя Александра И Княгини Персиды Коня Оседлает На полном Скаку Пролезет Подник Вмиг Сметая Кордоны Таких Не встречал На своем Явику Он Лучший Из лучших У Сербской Короны Генерал Йован Попович Липовец Монахи Собители Всей Знатщитой Возносят Молитвы О нем Неустанно Где В духе Василия Острожский Святой Вещает Всевышнему Слово Желанно В цитине Готовься Готовься Найди Найди Клинок Выйдя Из штаба Воин Опешил Вокруг Собрались Пластуны А Атаман Вмиг Бойцов Спешил Казалось Своё добро Блю нашёл Саичич Шустро Князь Караджорджевич Прислал Брат Короля Петра В то утро На битву Александра Наставлял Полковник Князь Арсен Караджорджевич Сражайся Брат мой Без доспехов Катана Их В бою Пробьёт А налегке Ты без огрехов Таким Тебя Он Не возьмёт Поручик Александр Лекса Саичич Мне Говорили Что Клинок Их Отточен Так Что Срубит Всё Полковник Князь Арсен Караджорджевич Сабля Сия Пронзила Многих Не Дай Ему Попасть В лицо Старший Унтер-офицер Волков Аввакум Николаевич Клинок Но всё Ничто С красой Клинка Сталь Голубого Там Оттенка Да Лезвие Сразит Наверняка Легко Срубит Голову Поручик Александр Лекса Саичич Столь Крепко Старший Унтер-офицер Волков Аввакум Николаевич Да Очень Но Клинка Изгиб Вмиг Углубляет Рану Тут же Сего Меча Мой Друг Погиб Не Хуже Нашей Сабле Друже Полковник Князь Арсен Караджорджевич Посмотрим Бой Рассудит Всех Но В русской Сабле Я Уверен Клинок Сей Принесет Успех Тебе Он Воин Богом Вверен Поклон Отмерил Воин Низко Сел Воспаряя На Коня Ускорился Взмахнувши Резко Рассек Арбуз Не Уроня От Удивления Казаки Застыли Арбуз Вроде Как Устоял Но Разделясь В незримой Силе Верх Его Медленно Упал Тут Казаки Пропели Люба Вознесший Троекратное Ура Как Александр Не видя Сруба В ответ Промолвил За царя Подъяса Подъясаул С нею С нею Я в битвах Воспарял На На мне Сидела Как Влетая Вражий Клинок Ее Не Брал Воин С благодарностью Обнялся С любовью Братскою Взглянул Во Во всем Путь Славный Удавался Он Он Лишь Коня Назад Вернул Поручик Александр Лекс Саичич Конь Должен Слушаться Мгновенно Враз По команде Темп Менять Справа Налево Мчаться Надо Верно Любой Маневр Мой Исполнять Иначе Избежать В поле Атаку В прямом Бою Я не Смогу Лишь По Проверенному Знаку Коня В сражении Запрягу В Своей Родной Конной Эскадре С Третьей Попытки Взял Коня Друг Все Узнав Об Александре Дал В битву С Дона Скакуна Войсковой Старшина Амурского Казачьего Полка Кузмитский Борис Федорович Награжденный Золотым Оружием С надписью За храбрость Мой Конь Дружище Наилучший Он Справно Слушает Меня Драгунский Наш Легко Несущий Мчит Направление Из Меня Поручик Александр Лекса Саичич Спасибо Брат Теперь Посмотрим Кто В схватке Этой Устоит Теперь Дружище Шаг Ускорим Большая Битва Предстоит Следом Коня Слегка Погладил Вскочив Незримо Лихо Взмыл С этим Конем Отлично Сладил Как будто Воин Его Вскормил Он Вспоминал Послание Князя Князь Черногорцев Наставлял Никола Князь В словах Наказа Им Честь Отчизны Доверял Черногорский Князь Никола Сим Призываю Бога В помощь Победе Русской Над врагом Вам Черногорцы И спрошу Мощь В порыве Истинно Благом Генерал Йован Попович Липовац Знай Что Теперь В бою Священном За Русь Ты должен Постоять Полковник Князь Арсен Караджорджевич Славянский Сын Во дне Прощенном Будет Святой Ответ Держать Генерал Йован Попович Липовац Ты Русич Сербский Черногорец Славянский Сын Всея Руси Сродовасоевич Царедворец Возьми Вверх Полковой Священник Господь Спаси Только Сейчас Воин Свидел Небо Напомнившее Край Родной Тот Взгляд Любимой После Сева Когда Назвал Своей Женой Сынишка Маленький Владимир В лучах Заветных Промелькнул Глаз Короля Петра Храни Мир Вмиг В поле Брани Возвернул Генерал Йован Попович Липовац Да Воин Эпический Предстал Полковник Князь Арсен Караджорджевич Он Словно Вышел Из Сказаний Адмирал Рождественский Зиновий Петрович Великий День Сынок Настал Возьми Секиру Воздаяние Сквозь Полк Драгунский Он Скакал Своей Родной Эскадры Конной Клинок Клинку Строй Взор Ласкал Сверой Незыблемой Исконной Военный Марш Еще Сильней Звучал В лучах Поручик Повернулся За Русь Святую Эскадрон Венчал Конь В повеленье Встрепенулся Подзвуки Трубные Ускорился Выехал В самый Центр Поля Только Теперь Он Успокоился Пускай Свершится Божья Воля В этот момент Шеренг Японских В несметном Гуле Вышел Воин Он Как орел С гор Черногорских Великий Воин Биться Достоин Одетый В черный Мех Страх Божий Взмахнул Катаной Гул Затих Сел На коня С отвагой Ему Схожей Промчался Через Строй Своих Земля Зашаталась От Конских Копыт Клинки Рассекали В неведомой Силе Казалось Что Небо Вот-вот Возопит А Ангелы Вслед Им Уже Голосили Вмиг Поле Сражения Озарилось Знамена В честь Их Вознеслись Небо В волнении Прослезилось Бойцы Бойцы Бесстрашие Сходились Сколько Сразил Саичич Мавров А Самурай Все Бился В мгле Нужен Удар Муромской Силы Тот Что Не раз Его Спасал От Напряжения Рвались Жилы Домоклов Меч Уж Уж Нависал Как Снова Стык В античном Хоре Через Вздохи Изо Всех Сторон Вознес Лик Ангел В Святогоре Да Из Димитровских Времен Самурай Лихо Возносился Казалось Был Рожден В седле Очень Искусно В бою Бился Удар Отработан Его Издревле В веках Секунды Пролетели А Показалось Жизнь Прошла Клинки В ударах Просвистели Катана Всколь Свиска Ушла Вдруг Что-то Теплое Пролилось Солба Глаза Слегка Затнив Рукавом Вытер Кровь Сочилась Чело В велении Чуть Омыв В доли Секунды Вспомнил Все Он Жизнь Промелькнула Перед Ним Как Вдруг Услышал Он Достоин Воин Русский Истинно Храним Вмиг Александр Возвернулся Собрав Всю Свою Силу Воедин В доблестном Выпаде Согнулся Прошел Разящий Взмах Один В ту же секунду Крик Раздался Вздох Самурая Уносящийся В алтарь Царь Русский Громко Величался Пели Да Здравствует Как Встарь Песень Русского Воинства За Отечество Спаси Господи Люди Твоя И Благослови Достояние Твое Победы Православным Христианам На сопротивные Даруя И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительство Страшное Ржание Разразилось Воин Обернулся Ему Вслед Тело С конем Вдаль Уносилось Туда Откуда Всходит Свет Конь Самурая Мчал Что Есть Сил Влача Японца За ноги К своим Конь Преданный Его Его Не Сбросил Встав За сто Метров С Им Одним А Александр Нагнав Их В поле К бойц К бойцу Бездвижному Припал Где Самурай Всевышней Воле Очи Открыв Война Война От армии Врага Он Положил К концу Начало По воле Вышнего Бога Войска 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 В отчаянии Застыла Понять Не в силах Сей Исход Как Солнце Воина Осветила Непобедим Славянский Рот Вмиг Александр Воссел На лошадь Окинул Взглядом Небеса Теперь Он мог По праву Слушать В ангельском Хоре Славеса Не все Познали Что Свершилось Не всем В тот день Было Дано Знамя России Превозносилось Узнал Враг Что Мир Знал Давно Кто К нам С мечом На Русь Придет Тот От меча Сам И погибнет Господь Кров Святый Сбережет Кара Небес Врага Настигнет Сие Поведал Невский Александр А воин Александр Черногорский Разил Врага Как Тысячи Кассандр Превознося Скипетр Московский В схватке Японец Россию Познал Землица Кровью Окропилось А воин Александр Славу Принял Зато Святая Русь Молилась В порыве Горна Он Помчал Поручика Вся Армия Встречала Распев Казачий Хор Венчал Команда Смирно Величала Ему Казалось Он Не Скачет Парит В Драгунском Сем Ряду И Адмирал Радостно Плачет Хвалу Воздавая В ответ Господу Хор Громогласно Песень Спевает А Казак Крикнул Муромец Как Весь Строй Славно Величает Так Услужил Всем Черногорец Со Своим Штабом Поравнявшись Александр Быстро Слез С коня С простыми Воинами Обнявшись Шел К Адмиралу В сиянии Дня Поручик Александр Лекса Саичич Ваше Благородие Самурай Повержен Русское Оружие Одержало Вверх Адмирал Рождественский Зиновий Петрович Вольно Сынок Вольно Перелом Одержан Самурай Повержен На глазах У всех Пусть Самурай Теперь Познает С кем Он ведет Эту войну Победный Бой Дух Укрепляет Каждому Русскому Воину Штаб Упредили Враг Серьезный Непобедим Был Самурай О Брат Славянский Воин Грозный Неси Свой Крест Не Уроняй Генерал Йован Попович Липовац Дай Обниму Тебя Поручик Тобой Гордиться Может Рот Самурамец Тебе Попутчик Он Нас Зовет Только Вперед Хвалил Тебя Мне Князь Никола Весь Черногорский Род С тобой Полковник Князь Арсен Караджорджевич Пока Мы Вместе Божья Воля Нас Поведет В Священный Бой Воздавший Хвалу Александру Забой Войска Во славе Разразилось Гость Прибыл Знатный Но Не Свой Вмиг Поле Схватки Озарилось В Сопровождении В штаб Особом Прибыл Японский Адмирал Он Может Прислан Вечным Зовом К Тем Кто Бойца Их Покарал Как Как только С воином Поравнялся Застыл Взглянув ему В глаза В легком Движении Поклонялся Тому Кто Убил Самурая Сразя Адмирал Адмирал Того Доложили А он Японец Все Смотрел На Воина В ком Боги Ожили Окинув Воинство Прозрел Адмирал Адмирал Того Хайхарита О Если Все Бойцы Такие То Зря Мы Начали Войну Все Как один Великие Слава В веках Сему Воину Отдать Честь Воину Во Славу Было В крови Тогда Японской Знати Так Адмирал Склонив Главу Привел В восторг Штаб Русской Рати А в Войсках Славили Бойца С Особой Доблестной Честью Муромцем Звали Молодца Венчая Воина Дивной Вестью Главнокомандующий Генерал-адъютант Куропаткин После победы В этом Великом Сражении Ты Александр Саичич Стал Кавалером Ордена Святой Анны В служении Сам Царь Награду Тебе дал Теперь Ты В звании Капитана Будешь Командовать Полком Конной Эскадры Генерал Серпский Князь 28 марта 1905 года, Япония, Токио, замок Эдо, резиденция японских императоров. А в замке расцвела Сакура. Вновь император гостей ждал. Забылась слава порт Артура, раз самурай. Здесь не предстал. Император Мэдди. Маршала Яма после битвы, что под Мукденом совершена, Возносит мирные молитвы, доносит армия истощена. А? Взял император донесение. Достал читать его всем вслух. Но он сокрыл свое волнение. Казалось, к тексту он был глух. Наши войска не имеют людей, не боеприпасов, чтобы противостоять могущественному противнику, силы которого быстро увеличиваются с рассказов и вызывают, увидевших смерть самурая, панику. А генералам очевидно, что к еще одному сражению Япония толком подготовиться уже никак не сможет. Начальник генерального штаба, маршал Ямагата Аритома. Опасно продолжать войну с Россией, по моему убеждению. Они находятся дома, а мы силы истощили. Штаб доложит. Начальник штаба Японской Манчжурской армии генерал-лейтенант Кадама Гаентара от имени маршала О'Ямы. Пусть мы на море побеждаем, пока флот русских далеко, но на земле мы армию теряем. Сражаться с ними нелегко, ну нападем мы на Цусиме, потопим частью корабли, бои с Россией невыносимы. Мы на суше многих погребли, император Мэнзи. Но под Мукденом победили, им нашу рать не удержать. Боги нас щедро наградили, рис уродился, будем жать. Генерал-лейтенант Кадама Гаентара. То не победа, раз нас под Мукденом в два раза больше, чем их полегло. А тот русский воин в бою священном рассек самурай в сражении чело. Император Мэнзи. «Оставьте нас здесь с адмиралом. Я понял вас всех, господа. Всех вас с Кадамой генералом. Мы разберемся, как всегда». Все поклоняясь, вышли в повеление, оставив только их двоих. Закрыл лицо император волнение, от всего сердца возопив император Мэнзи. «Поведай мне все, Хейхарито, кто тот, что самурая победил. Сердце японское разбито, ведь лучший воин наш выходил». Адмирал Тога, Хейхарито. «Мой император, мы познали всю силу русского клинка. Их пластунов и раньше знали, но этот бьет наверняка. Он вышел биться без доспехов, незримой силой защищен. Он совершенен, без огрехов». Император Мэнзи. «Я вижу, ты им восхищен?» Адмирал Тога, Хейхарито. «Я свидел близко сего воина. Он как сын Зевса, как гроза. Он победил в бою достойно, Закрыв самураю навеки глаза. Мой император прав, Кодама. Нам лучше с русскими дружить». «Император Мэнзи. Тот воин что, сошел из храма? Раз смог у вас честь заслужить?» Адмирал Тога, Хейхарито. «Не только он. Я видел лица. Таких я воинов не встречал. Россия может им гордиться. Сам Ахиллес бойца венчал». Император Мэнзи. «Как только выведем из строя Эскадру, что шла с Балтики, Заключим вечный мир у моря. Коль воины их так велики!» Адмирал Тога, Хейхарито. «Без объявления войны Напали мы у порт Артура. Эскадры русские Сильны!» Император Мэнзи. «Но расцвела Для нас Сакура! Нам надо пользоваться тем, Что вдалеке их основные силы Вернем Цусиму, А уже затем Мы с царем русских Будем милы!» Адмирал Тога, Хейхарито. «О, слишком богатой Сейчас Россия стала! Пшеницей кормит целый свет! Больше Америки, Канады, Австралии Дала зерна на продажу!» «То вам ответ!» Вскоре японцы заключили «Договор мирный С Русью всей!» «То говорит, нет, Не забыли Бой Александра По день сей!» Март 1910 года Царское село Императорская резиденция Государя Императора Николая Александровича Официальный загородный дом Российских монархов Так Александр, добрый воин На сём закончил излагать Царевич был очень доволен Повелел тройку запрягать Царевич Алексей Николаевич «Какой же Витязь мне открылся! Как хорошо, что ты пришёл! Не зря я муромцем гордился То, что искал В тебе нашёл!» И в этот момент Дверь приоткрылась Вслед к ним зашёл Сам государь Свеча пасхальная В сердцах лучилась Воин преклонил голову Как встарь Государь-император Николай Александрович Поверь, Алексей Сам богатырь Тебе поведал дивный сказ Каз царевич Алексей Николаевич Я его слушал Как псалтирь Капитан Александр Лексасаичич То предков Доблестный Наказ Государь-император Николай Александрович Ты, Александр Познал совершение В битве за родину свою Приял от Ильи Муромца Крещение Став победителем В бою Капитан Александр Лексасаичич Я шел сражаться За Россию За веру славную В веках Верю Что лишь Семьею Всею Удержим Отчину В руках А тройка Русская Ждала их Под царско-сельский Милый звон В эскорте Казаков Престольных Спевал Песнь Добрый Русский Воин Жесткое Русское 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 Маль半 Русское 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 Корректор Жесткое Я приспособлю, Родина моя. Здесь я народился, здесь моя семья. Здесь я пригодился, Родина моя. 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 Путь наш будет над ним. Душенька светла спрыг, Игнорика садим, Тройка несла. Мы выйдем на просторы, Вольные края. Здесь я пригодился, Родина моя. Здесь я пригодился, Родина моя. Здесь я пригодился, Родина моя. Родина моя. Родина моя. Родина моя. Родина моя. Родина моя. Продолжение следует...